В этом видео мы постараемся раскрыть вопрос, стоит ли оставлять ноутбук включенным в сеть постоянно. Дело в том, что очень многих пользователей интересует данный вопрос, они его задают, что им делать, оставлять включенным или же отключать постоянно питание от своего ноутбука. И конечно же в первую очередь вам нужно узнать, какого типа у вас батарея на вашем ноутбуке. Дело в том, что в ноутбуках используются батареи двух типов, литий-полимерные и литий-ионные. Они основаны на разных технологиях, функционируют конечно же эти аккумуляторы одинаково, создают энергию за счет движения электронов. Существует два таких справедливых фактора. Получается первый, говорят, что батарею нельзя перегрузить. Я вам скажу то, что не существует никакой опасности перегрузки аккумулятора, если вы оставите его включенным. После того, как он наберет 100% заряда, он конечно же прекратит подзарядку. И когда у вас аккумулятор подсадится, то естественно у вас включится автоматическая подзарядка. Второй факт это то, что полная разрядка батареи может повредить ее. Я скажу так, что если держать аккумулятор разряженным продолжительное время, он конечно же может впасть в состояние глубокой разрядки. И вы его никогда уже не запустите. Естественно, это факты не всегда подтверждаются, но процентов 80% они актуальны. Итак, давайте разберем, какие вещи вредят литиевым аккумуляторам. Дело в том, что литиевые аккумуляторы, они нестабильны. И они теряют емкость сразу, когда их выпустили с производства. Конечно же, вдобавок могут влиять такие факторы. Это первое. У каждого аккумулятора есть циклы разрядки и зарядки. Каждый аккумулятор имеет их определенное количество. То есть, по достижению их окончания, естественно, аккумулятор умирает. Второе. Это уровень напряжения. Чем выше уровень заряда аккумулятора, тем короче жизнь вашей батарейки. Третье. Это высокая температура. Если аккумулятор греется свыше 30-35 градусов Цельсия, это может, конечно же, вредить вашей батарее. Но хочу отметить, что самую большую угрозу несут два последних пункта. Это уровень напряжения и высокая температура. То есть, например, если у вас аккумулятор, чем выше у вас уровень заряда аккумулятора, тем, естественно, циклов зарядки и разрядки будет меньше и, естественно, он будет меньше уложить. Второе. Это тепло. Не стоит забывать, конечно, что высокие температуры обычно влияют. Это те температуры, которые выше 35 градусов Цельсия. Они сокращают срок службы вашей батареи, независимо от других факторов, которые влияют тоже. Так что не забывайте прятать свой ноутбук и не оставлять даже его на солнце. Высокая температура – это не просто фактор окружающей среды. Это также может влиять на ресурсоемкие задачи, такие, как компьютерные игры и редактирование видео. Значительно увеличивает выделение тепла. А работа с ноутбуком на подушке, естественно, улучшает нагревание его и тем самым приводит к перегреву. Итак, часто задают вопрос, стоит ли вынимать батарею, когда ноутбук подключен к постоянному источнику питания. Я скажу так, что, конечно же, если, например, доступ к батарее открыт, ответ зависит от производителя. Например, Acer рекомендует всегда снимать аккумулятор, когда, например, подключен он к сети. И тем самым вы сохраняете вашу батарею. А, например, производитель Apple запрещает снимать батареи и не рекомендует их отключать. В конечном итоге все сводится к настройкам питания в самом ноутбуке. Некоторые снижают потребление энергии при отсутствии батареи. Также не забывайте, если вы все-таки решите снять аккумулятор, убедитесь, что он хранится правильно, то есть при комнатной температуре и заряжен на 40-60%. И смотрите, прибегайте к рекомендациям производителей, так как, например, Acer рекомендует отключать аккумулятор при питании от сети. HP, например, проводит линию на двух неделях непрерывной зарядки. Ну, а Dell не видит никаких проблем в том, чтобы оставлять ноутбук включен в сеть постоянно. А Apple запрещает вынимать батарею с вашего ноутбука. В принципе, производители разных категорий ноутбуков рекомендуют по-разному. В идеале можно сказать так, что пользователь должен работать с ноутбуком во время разъездов, а затем заряжать его от сети в офисе. Это поможет поддержать эффективность аккумулятора. Когда вы оставляете ноутбук подключенным к сети, конечно же, вы не наносите никакого вреда, например, если он кратковременно работает от сети. Так же само вы, например, если используете аккумулятор, то циклы зарядки и разрядки, конечно же, у вас они рано или поздно заканчиваются. Поэтому лучший выход состоит в компромиссе, когда вы можете комбинировать работать от сети и работать от батареи. В принципе, ничего здесь страшного нет. Пользуйтесь, используйте ваши ноутбуки. Старайтесь использовать и от сети, и давать аккумулятору, конечно же, разряжаться и заряжаться. В принципе, вот такая вот тема получилась у нас. Если вам понравилась она, подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх, комментируйте данное видео, напишите в комментарии, как делаете вы. Всего хорошего, до свидания.